Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии самый популярный в своем поколении киноартист, один из лидеров труппы знаменитого Петербургского малого драматического театра. Зарой Лопахина в спектакле «Левододина. Вишневый сад», ставшем одним из главных событий прошедшего театрального сезона, он получил престижную премию Станиславского и премию Олега Янковского, а также был номинирован на «Золотую маску». Своё 30-летие в мае этого года артист отпраздновал на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге музыкальным представлением «Большая мечта обыкновенного человека», а несколько дней назад сыграл московскую премьеру этой программы на новой сцене Большого театра. В Белой студии актер театра и кино Данила Козловский. Данила, вы уже не первый раз в Белой студии. С того момента, как вы здесь были, в прошлый раз у вас произошло много ярких событий. Это Лопахин в «Вишневом саде», роль, за которую вы сами получили премию Станиславского, очень престижную премию. Сам спектакль «Вишневый сад» получил «Золотую маску» как лучший спектакль года. Спасибо огромное. Я очень рад снова быть здесь, в Белой студии. Действительно, это для меня важный спектакль. И такой очередной аванс от Льва Абрамовича и подарок. Роль Лопахина в таком спектакле, который я очень люблю и который для меня важный этап в моей жизни. Вообще Лопахин – это, может быть, одна из самых главных ролей у Чехова. Это, безусловно, главный персонаж «Вишневого сада». Об этом говорил и сам Антон Павлович. Он, наверное, вы знаете, хотел, чтобы его обязательно исполнял Станиславский. То есть для него было очень важно правильно интерпретировать, правильно передать то, что он прописал вот в этом образе Лопахина. Это же его предсмертная пьеса, последняя и главный персонаж. То есть здесь явно что-то от него, какое-то послание нам. Что для нас было важным и что на одной из первых репетиций, сказал Лев Абрамович, сформулировал. И что для меня впоследствии репетиция стала понятной и интересной, необычной, то, что Лопахин, на наш взгляд, и на мой в том числе, это, наверное, самая трагическая фигура в этой пьесе. Как ни странно, ни Раневская, ни семья Раневских-Гаевых, как это, в общем, там... Обычно. Часто, да, часто интерпретируется. А именно Лопахин, потому что все-таки это человек с неизлечимой, неистребимой травмой рабского прошлого. То есть все-таки это сын раба. Уничтожение Южнего сада, в общем, неизбежно. И даже когда он предлагает этот план, Раневский, он, конечно, он делает что-то хорошее для нее, потому что благодаря тому, что она ему утирала нос от крови в детской рукомойника, для него это, как бы сказать, стало... Ну, благодаря этому, в общем, вышел из этого прошлого. Но уничтожение Южнего сада для него принципиально и важно, как любое напоминание его рабского прошлого. И я, конечно, если там фантазировать, что будет дальше с Лопахиным, то, конечно, я думаю, что это какой-то трагический финал, его случай неизбежен. Вы полагаете? Да, мне, как мне кажется, да. Недаром он говорит, что мне надо ехать, дел много. В Харьков этим поездом. И уходя и запирая это имение, ничего, кроме опустошения боли, как мне кажется, Лопахин не испытывает. Потому что понимает, что что-то важное, тем не менее, что-то для него дорогое, как это ни парадоксально, что-то значимое в его жизни он навсегда стирает, уничтожает. И в этом смысле это довольно актуально и важно. Обычно мы как-то читаем «Вишневый сад». Это так много-много раз было интерпретировано, что «Вишневый сад» – это самое прекрасное, что только может быть. Вся Россия – это наш «Вишневый сад». Если во всей губернии есть что-то хорошее, только это вот наш «Вишневый сад». И тем не менее Чехов, как автор пьесы, и в общем он ассоциировал себя с Лопахиным, то есть еще и как действующее лицо этой пьесы, он его вырубает. И вот в этом большом монологе, который произносит Лопахин после того, как он купил, он говорит, что смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по «Вишневому саду». Я не помню точно, какие там слова. Все правильно, да. Почему в своей последней пьесе Чехов решил вырубить «Вишневый сад»? Все-таки пьеса тоже была написана перед «Совсем скоро случится революция». И я думаю, что Чехов не мог, как человек чувствующий, понимающий, слышащий и видящий, что происходит в России, и что это, в общем, на стыке смены эпох. И недаром у нас в спектакле в конце, когда Фирс стучится, когда он понимает, что его заперли, и он пытается уйти через привычный занавес, через экран, через который в течение всего спектакля герои спокойно ходят, он вдруг не может уйти, и начинает стучаться, и экран падает, и мы видим там заколоченную стенку, и потом на этой стенке проецируется, на расстреле, как на расстреле, да, все члены семьи Раневских, Гаевых, и среди них Лопахин, и среди них и Петя Трофимов, которые по-своему видят будущее и по-своему чувствуют, рассуждают. И вот эта, как бы, сказать, цикличность времени, наверное. Варя, Варя! Что, не тесно? Варя, а мы тебя тут совсем рассматриваем. Поздравляю. Поздравляю. Мама! Мама! С этим шутить нельзя! Руки подражат. Варя! Давно не играл! Варя! Мы бельярные! Варя! Лев Абрамович и вы интерпретируете вот, как бы, личные чувства Лопахина не совсем так, как мы привыкли, потому что обычно как раз здесь вот видится эта линия его влюбленности в Раневскую. Вы же однозначно говорите о том, что он любит Варю. Да. Я убежден в этом. И я, честно говоря, не согласен с такой интерпретацией, что там есть какие-то чувства, мне кажется, на мой взгляд, с потолка взятая теория. Где там это, где он не ровно дышит к Раневской, Раневская не ровно дышит к нему, где там это написано, я этого не вижу. Я вижу, что там действительно есть сильные чувства по отношению к Варе. И у Варя сильные чувства по отношению к Лопахину. И вся трагедия их отношений в том, что они невозможны. Потому что Варя – это ярчайший представитель, ну, не ярчайший представитель, но один из представителей семьи Раневских. С определенным взглядом, с определенными принципами, моралью, воспитанием. И Лопахин уже идет куда-то дальше. Он уничтожает это имение, он уничтожает этот сад. И мне говорят, ну, раз он ее любит, почему он не может быть с ней? Ну, потому что не может он просыпаться каждое утро с Варей и видеть ее глаза. Она из прошлого. А он уже идет куда-то дальше. И для меня в этом. И в этом отчасти трагедия их отношений, трагедия Варьи и Лопахина. А любовь между ними, между Варей и Лопахиным, она не могла их спасти? Я думаю, что мне кажется, нет. И в этом, наверное, если так рассуждать, может быть, я ошибаюсь, но в этом во многом, наверное, вина Лопахина, потому что он настолько ослепленный верой и желанием избавиться от всего этого прошлого. И в этом его трагедия, в том, что он не может даже задуматься, или, так сказать, ну, нет там каких-то ресурсов внутри, чтобы подумать о том, что, возможно, любовь – это та самая панацея, которая может спасти и его, и как-то все повернуть в другую сторону. Я думаю, что нет. Вам нравится Гэтсби, Джей Гэтсби? Да, мне нравится эта книга. Да, вам нравится эта книга. Вот между Джейм Гэтсби и Лопахиным есть определенные какие-то параллели. Почему и Джей Гэтсби, и Лопахин кончают трагически, несмотря на вот этот вот, как пишет Фиджерд, gift of hope, да, дар верить, дар надежды? Ну, мне кажется, что так как это все-таки люди и Гэтсби, и Лопахин, люди с обостренными нервами, с обостренным чувством, с обостренным восприятием, не так просто избавиться от своего прошлого и от того, что их формировало, их лепило, создавало. Все равно это там живет, это уже неизлечимо, это уже неистребимо, это там внутри. Это можно заглушить, это можно унять на какое-то время, это можно, но все равно это там. Песня My Way, которую вы поете в спектакле, это вообще была ваша идея эту песню исполнить? Или Лев Абрамович, зная, что вы готовите концерт, он как-то решил это использовать? Нет, спасибо, что спросили, это вообще история такая интересная. Я когда пришел на репетицию, то когда я смотрел пробу, я еще пока не участвовал в полной мере в репетиционном процессе, и когда дошли до этого момента артисты, замечательно пробовал Лопахина, артист нашего театра, и когда он стал петь песню, о которой, я так понимаю, сговорились во время репетиции с Ромом Абрамовичем, это была совершенно другая песня, а я вдруг подумал, вот это да, но ведь же все такое, послушав монолог, послушав эти тексты, что я купил имение, где мой отец и дед были рабами, я купил имение, прекраснее, которому нет ничего на свете, я это сделал, я подумал, вообще это так как тексты из песни «Май Уэй», а потом ну какой «Май Уэй» здесь, в чехах, «Май Уэй», в таких удивительно прекрасных декорациях Александра Юрьевича Боровского, когда все вот настолько аутентично, настолько прям вот как будто оттуда, в этих костюмах, в этом свете, какой здесь «Май Уэй»?» и потом проходит какое-то время и мы репетируем и ну мы так приблизительно условно понимаем, что у нас есть некая песня, которая никого не устраивает, ни тех, кто пробует Лопахина, ни Лева Абрамовича, ни никого либо из участников спектакля, но как бы мы ее так пробуем пока и на одной из репетиций приходит Лев Абрамович с листком бумаги садится и говорит «Братцы, сейчас мы начнем пробу, вот я все хожу, думаю о песне Лопахина в третьем акте, вот мне кажется мы нашли интересную песню, довольно известную, думаю, что многие из вас ее знают, там Юра нашим художнику по звуку говорит «Поставьте песню эту», и там ставит, начинает раздаваться первые аккорды Майоэя, а так как я очень люблю эту песню, все это знают, я помню, как ко мне все практически участники репетиции так поворачивают голову, я такой «Да, yes! Даня, ну вы сможете эту песню освоить, выучить?» Я говорю, «Амрамыч, я уже освоил ее, выучил, знаю, да? Ну хорошо, тогда попробуем». И как-то так в порядке, наверное, бреда мы стали пробовать эту песню, а потом она как-то, в общем, закрепилась, потому что действительно слова «Майоэй, я делаю «Майоэй» и откусывал чуть больше, чем мог проглотить. Такие люди, как Фрэнк Синатра, они не думали о способности своего пищеварения, прежде чем откусывать. Это касалось всего. Их проектов, женщин. Почему сегодня люди так боятся? Ну, я, ну, если говорить, как бы сказать, я опять-таки, я могу предполагать, но даже, вот, скажем, на примере музыкального представления, премьеру, в котором мы в Петербурге играли на сцене Александринского театра, а в Москве на новой сцене Большого театра, и в какой-то момент, признаюсь честно, я даже попал под, ну, скажем так, но потом мне удалось, слава богу, при помощи там некоторых моих близких друзей вылезти из этого, под влияние вообще вот такого, как бы сказать, заскорузлого, пошлого, в плохом смысле слова, провинциального, в какой-то степени омерзительного, как бы сказать, мнения, что принято назвать общественным мнением, осуждением, слухами, размышлениями и так далее, потому что мы как-то сейчас, как-то в особенности все время несколько, так оглядываемся, вот мы хотим это сделать, но при этом мы еще немножко оглядываемся, при этом мы еще немножко прислушиваемся, а как отнесутся, а что скажут, и как-то все время находим все какие-то внутренние причины остановить себя, объяснить себе, что нет, наверное, это не... В какие-то моменты это правильно, в какие-то моменты это надо делать, тоже все не так просто, да, в какие-то моменты лучше действительно задержаться, постоять, подумать и как-то, в общем, включить разум, но в какие-то моменты мы чересчур, чересчур боязливые, и, в общем, если говорить уж действительно о даре надежде или о даре жизни, то нам дана жизнь, и надо ее проживать. В общем, не бояться рисковать и действовать. Просто я, там, скажем, в какие-то моменты не жалею о том, что я что-то сделал, хотя изначально все об этом говорил о том, что я буду жалеть о том, что я это сделал. Ну, действительно, как у Кена Кизи, в этой недвижимости кукушки лучше я буду жалеть о том, что я сделал. Я хотя бы попробовал. А, я хотя бы попробовал, да. Но вы знаете, вот вы эти слова произносите и в своем спектакле музыкальное представление. Да, для меня это важно. Да. Для меня это принципиально, эти слова. И я думаю, что если рассматриваете ваше представление именно как спектакль, у вас своя интонация в этом спектакле, но самое главное для меня, это как раз то, о чем вы говорите. Вот когда я смотрела, у меня были слезы на глазах от того, насколько несовременно, вот современно в плохом смысле слова, вы открыты для своей публики со своей мечтой. И, наверное, то, за что вас любят люди, и то, почему вы стали к своим 30 годам такой большой звездой, это обратная сторона того же, что мы видим на вашем концерте. Это открытость, к которой мы сегодня не привыкли. Потому что вот мы привыкли к тому, о чем вы говорите. Когда существует интернет, и когда каждое твое действие, оно тут же вызывает массу, вот когда нужно думать, мне кажется, когда нужно задуматься, стоит делать или нет, это когда ты пишешь какую-то гадость про живого человека. Или когда ты заходишь туда, где пишут эти гадости, тоже, наверное, стоит это делать не так. Да. Но это же очень сложно отделять. Понимаете, с одной стороны, хочется узнать какое-то мнение, ощущение по поводу того, что люди думают и так далее. С другой стороны, невозможно это сделать, не наткнувшись тут же на какое-то количество вещей, которые просто подрезают крылья, а потом сложно после этого. Да, абсолютно все так. И все это там настолько смешано, все настолько это рядом. И еще главное, кто-то из твоих друзей, хороших приятелей, знакомых, еще почему-то считает своим долгом тебе сообщить, подбодрить и сказать, молодец, не обращай внимания на всякого, какого в общем. Ну, допустим, вот недавно сказали, и начать децитироваться. Потом он говорит, ой, слушай, зачем я тебе это сказал? Не обращай внимания, все это неправильно, все это глупости. Ну, ты же это уже сказал. Но это нет, забудьте. Это же вот не то, что вот мне вчера сказали, это вообще хуже. Продолжай эту же тему, потому что эта тема для меня очень важна. И я очень рада, что вы это сделали, потому что это вот какой-то замечательный совершенно жест борьбы с таким вот серым, с 50 оттенками серого, которые сейчас очень популярны как бы во всех смыслах слова. Вы говорите там о черно-белом времени. Почему возникают вот эти вот оттенки серого? по тому же, о чем вот мы уже говорили, потому что ты боишься сказать, что тебе на самом деле нравится. То есть каждое наше слово может быть использовано против нас. Да, конечно. Поэтому мы и говорим слова, которые средневзвешенные, знаете, средняя температура по больнице. И вот черно-белое время, о котором вы говорите в своем представлении, черно-белое время для вас, мне очень понравилось это определение. Я сразу стала думать, кто из людей человек черно-белого времени. Причем оказалось, что даже люди прошлого могут быть людьми черно-белого времени. Вот Пушкин, например, сто процентов начался в черно-белого времени. Да, все как-то... Нет, замечательно вы говорите. Спасибо. Это потому что действительно сейчас такое количество полутонов, полуоттенков, и вот эта вот средняя больничная температура, где мы, можно сказать, все время несколько... Я с собой-то наблюдаю, когда там говорю какие-то там слова в интервью, все время думаю, так, нормально, так, ну, вроде я сказал все хорошо, да, вроде тут придраться. Ну, глупость, Светлана Сморозина, надеюсь, вырежет. Вот, ну, даже эта самая цензура какая-то внутренняя, она, безусловно, должна быть, да, ну, чтобы там не сказать какие-то гадости или там глупости. Но все-таки сейчас это действительно... А тогда как-то это было... Все как-то было чуть проще в хорошем смысле этого слова. Все было понятнее. Герои были героями, мерзавцы были мерзавцами. Дружба была дружба. Дружба была дружба. Если люди любили, они любили. Если люди расставались, они расставались. И это было как-то вот... Сейчас такое количество полуоттенков, полутонов, полу, так сказать, и даже на примере Большого театра я такое количество... Ну, как бы сказать, на мой взгляд, тут я говорю за себя, глупых, пошлых, формулировав по поводу выступления, моем выступлении на новой сцене Большого театра. И, честно говоря, слава Богу, огромное количество людей оказало нам свою поддержку, свое внимание. и определенную... дал нам определенную энергию добра и любви, да. Но, к сожалению, очень много людей, которые, казалось бы, у людей, в общем, не глупых, отнеслись к этому, мягко говоря, по-другому. Но я очень рад, что мы это сделали. И я... я... горд за то, что нам удалось это осуществить. Но у вас вот то, о чем мы говорили, вот это вот там общественное мнение, хотя было очень много действительно хорошей реакции, но тем не менее, каким-то образом вас это задело? В следующий раз, когда вам захочется сделать что-то совсем необычное, вы подумаете дольше или будет ли вам сложнее принять это решение? Честно сказать, конечно, задело. Если я буду говорить, что нет, это все так, сгуси вода, нет, конечно, меня это задевало, безусловно. это пошлость, это заскорузлость. Безусловно, это задевает. Но, честно говоря, простите за это слово, наплевать. Наплевать на них, наплевать на людей, которые, в общем, плевют в спину. И в следующий раз, когда мы будем затевать что-то новое, мне уже будет в этом смысле гораздо легче и гораздо смелее. Будет даже легче. Будет даже легче, потому что я понимаю, что мы стараемся дело делать. мы стараемся что-то... Я знаю, с каким мы это делаем, чувством, с каким мы это делаем, настроением, с какой верой мы это делаем, с каким отношением. Меня отудивило то, что не все обратили внимание на самое главное, это на ту любовь, которая была в вашем исполнении этих песен и в вашем отношении к тем людям, которые их исполняли. Там было много видео и таких фотографических изображений и женщин того времени, и актрисы того времени. Да, это было для меня очень важно, потому что это красивое время. Для меня это было важно, потому что я помню, я пришел в какой-то момент такого, если не отчаяния, то как-то часто бывает какое-то там определенное настроение. Я пришел уже вечером к Олю Абрамовичу в кабинет после спектакля и стал рассказывать ему и там вот как-то так, так, что-то не до конца получается сформулировать, о чем, как, что. И он сказал замечательно, и мы долго думали о названии. И он говорит, произнес фразу, ведь это же по сути дело объяснение в любви, некое подношение тому времени тем героям той музыки эпохи. И так объясняйтесь. и это как-то так прелестно, очень просто было сформулировано. И мы сейчас там говорим о каких-то негативных вещах, но я но я но тот но то, что происходило с людьми в зале, да, и то, как они принимали, и то, как они отзывались, говорить о том, что наверное, надо чаще объясняться в любви, и это не так плохо. Не бояться. И не бояться. А это, в конце концов, почему? Мы же боимся объясняться в любви. Вообще. В принципе, боимся. Чем больше любовь, тем больше мы боимся. Это касается всего. Мы больше всего мы боимся заняться тем делом, которым хотим заняться. Мы думаем, человек, не знаю, хочет писать картины, но он будет заниматься всем, только не писать картины. Да, это как-то странно, да, если задуматься об этом. Почему? Ну, непонятно. Это это странная особенность, да. Поэтому будем дальше делать. Фантазировать, сочинять и стараться реализовывать. И вообще, надо сказать, что мечты имеют свойство сбываться. Это так случается иногда. Надо уметь мечтать, наверное, еще. Потому что, помните, вот в курьере замечательная фраза, что возьми пальто и мечтай о великом. Ты что это пальто? Замерз что ли? Слушай, Базин, у тебя есть мечта? Какая мечта? Ну, о чем ты мечтаешь в жизни? У меня мечта пальто купить. Ну, что это за мечта? Зима на сло, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил. Болел всю дорогу. Тебе что, родители, пальто купить не могут? А, куртки Таня. Отец алименты платит, мать ни копейки не дает. Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек. В этом нет никаких сомнений. Чего с этим поделать? Ну, встань. Зачем? Ну, встань, тебе говорю. На, на оси на здоровье. Ты что, сдурел, а ты? Мне все равно в армии скоро. На оси и мечтай о чем-нибудь великом. Нужно не бояться мечтать о чем-то чуть большем, чем пальто, наверное. Это еще важно. И, наверное, сила искусства и смысл искусства тоже в том, чтобы людям давать какие-то ориентиры, мечтать о чем-то чуть дальше. Одна из самых главных песен, я так понимаю, ну, по крайней мере, она в самом представлении была такой центральной, потому что показывали на ней как раз отрывки репетиций и так далее. I've got to be me. Да, замечательные наблюдения. Для меня это была принципиальная песня, при том, что и педагоги по вокалу, и Филипп, который присутствовал практически на всех репетициях, в общем, меня практически отговаривали, потому что они говорят, Даня, ну, это вокальная песня, сложная. Когда я первый раз показал эту песню, они мне сказали, ну, через года два, наверное. Я говорю, нет, 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 через года два, мы должны ее пить сейчас. Она говорит, ну, почему? Я говорю, ну, посмотрите слова. Я говорю, Даня, ну, не так много людей, которые поймут, о чем эта песня, даже, как бы сказать, люди, знающие язык, потому что вообще с песней всегда очень непросто воспринимать английский язык, как бы, но мы переведем в буклетах. Мне эта песня важна, потому что эти строчки I've got to be me, I've got to be free. Я должен быть с собой, я должен быть свободной. Whether I'm right, whether I'm wrong. Прав ли я или ошибаюсь? ну, как бы сказать, whether I find a place this world or never belong, I've got to be me. Найду ли я свое место в этом мире или никогда не смогу выназначить, я должен оставаться собой. Это очень наивно, наверное, да, но и особенность этой музыки в том, что и прелесть этих стихов в том, что это очень просто и это так, как бы сказать, без... так вот наивно, просто, но очень искренне. И для меня это было очень принципиально спеть эту песню. И они оказались правы, конечно, и педагоги по вокалу, и Филипп, в том, что с точки зрения вокала, конечно, это не самая большая удача. Но я рад, что мы на это решились и это спели, недаром там сзади на экране показаны кадры, именно репетиции о том, как все это создавалось. И представлена команда, которая работала над этой историей. Потому что все в какой-то степени просто пытались быть собой, пытались сделать то, что мы хотим и то, о чем мы мечтаем. Еще интересно, что этим концертом, этим представлением вы заступили на такую территорию, где мало кто работает в России сейчас. Хотя у нас есть своя школа такого актерского исполнения, где синтез танца, актерской игры, музыки, декораций. То, что называется one-man show. Для вас, как артиста, который привык выходить на сцену, то есть сцена для вас это не что-то новое, вы привыкли выходить к залу. Это было новое ощущение выйти к залу в качестве себя? Мягко говоря, это было что-то новое. И, наверное, это были одни из самых нервных, тяжелых, болезненных дней в моей жизни. Несмотря на то, что это, как бы сказать, праздник, и не каждый там день тебе удается с таким оркестром выходить перед такой публикой. И замечательно, наивно режиссер-постановщик, мне перед выходом говорил, давай, иди, получай удовольствие. И я так думал, о чем он понимает, о чем он говорит, иди, получай удовольствие. Нет, конечно, в какой-то момент я получал удовольствие от того, что происходит. Но в той же степени это, видимо, было обречено на то, чтобы не получить удовольствие. Потому что, если бы это была какая-то привычная, да, ну, скажем, природа существования на сцене, там, спектакль, или там, не знаю, я ухожу, даже пускай one-man show там со стихами и с песнями и, не знаю, еще перед театральным завидителем в театральном пространстве, драматическом, я имею в виду, наверное, это было бы как-то проще, наверное, как-то было бы легче получать удовольствие. Но когда ты выходишь вот в таком пространстве, с таким оркестром, в таком зале, перед такой публикой, в принципиально для себя новом качестве, перед людьми, которые, честно говоря, не понимают первое время, как к этому относиться, которые искренне хотят тебе помочь и хотят поддержать, но когда видят вот это вот, это вот, слышат эти звуки, пение, и как-то это, а, он поет, так слушаем, а, смотри, даже что-то танцует, что-то, смотри, даже какие-то первые это делают. Ну, поработать, конечно, но, в общем, так как-то, как сказать, и ты все это чувствуешь, естественно, и, ну, конечно, и первая часть, там, первая, третья, это было как, ну, как, как в вату, уже было так, нет, собаки, вы, я вас заставлю смотреть, я вас заставлю, люди как-то так потихонечку начинали верить, начинали доверять, начинали на это откликаться, и к концу как-то удалось убедить, что все это, все это не зря. Вы посвятили свое выступление маме, которая, собственно, открыла, я так понимаю, для вас, этих музыкантов, коль скоро вы с этими пластинками ознакомились в возрасте, там, по-моему, сколько вам было? Да, мне было 7, по-моему. 7, да, то есть это были люди. 92-й год, 92-й год. И ваша мама была на концерте, какие были ее эмоции? Она, наверное, волновалась безумно за вас. Я так понимаю, что там настолько было сильное волнение, что я не слышала. Я потом маме говорю, мам, ну как? Не-не-не, замечательно. Я так волновалась, я ничего не понимаю. Я говорю, понятно, ладно. Но потом в большом, когда пришла мама, за кулисы, она подошла и говорит, нет, ну ты сегодня получше звучал, чем в Петербурге. Хорошо. Нет, но потом, когда мы уже немножко успокоились, она, я была очень счастлива, и замечательно, что все это состоялось. И, конечно, мама была очень рада, что все это случилось. И в какие-то моменты, я думаю, даже, наверное, где-то получила странное, но все-таки удовольствие. У вас удивительная мама, она абсолютно красавица. Да, да. Но скоро ее увидит широкий зритель. Да. Потому что мама играет с вами в кино, в картине экипаж. А, в картине, да. Тем более, что это блокбастер, и он будет на всех широких экранах. Это Аймакс. То есть вашу маму увидят люди в специальных очках, красно-синеньких. Она играет помощницу директора аэропорта, которого замечательно играет, Сергей Газаров. Да, я очень благодарен за это. Коля Лебедева, прекрасный режиссер, замечательный человек, моему очень близкому другу, которого я снимался в «Легенде 17» и вот сейчас в «Экипаже». Это была его идея. Он говорит, давай, мы снимем твою маму. Правда? То есть это не была протекция с вашей стороны? Нет, это позвонил Коля и сказал, давай, сделаем, а что? А Коль, я вам спасибо тебе, а что, давай? Командир, как ты мог выпустить этого сопляка из кабины? Весь интернет в роликах, драка на воздушном суде. У нас один борт зафархновали азиаты. Вылетаем сегодня. Экипаж меняем, летишь ты. Возьми себе пилотов, каких хочешь. И эту бригаду проводников тоже с глаз долой. А со сумка этого мы увольняем. Точка. Нет, не увольняем. Не понял? Не увольняем. Он тебе что, сын, что ли? Да нет, не сын. Он пилот от Бога. Вот у нас с вами руки, а у него крылья. Он такой в кабине вытворяет, и я такого не могу. Но вы в этом фильме играете как раз такого человека черно-белого времени. Вот как раз то, о чем мы говорили. Это как раз человек, у которого очень яркая своя жизненная позиция, которая, тем не менее, иногда ранит близких. И девушку, которую он любит, и отца своего. И, возможно, вот то, что с ним происходит, это каким-то образом меняет его. То есть получается, что такая прямолинейность, она тоже может быть островато, да? Конечно. И она, может быть, не всегда... Я вообще как-то раньше для меня, там, лет, наверное, семнадцать-девятнадцать, я как-то понимал все очень... Ясно все. Очень хорошо. Я все знал. Я все понимал абсолютно. Я знал так, 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 так. Потом, спустя несколько лет, как-то все, вопросов стало чуть больше. А сейчас я понимаю, что вообще все не так как-то... Вообще все не так просто. И все гораздо сложнее, чем ты привык думать. И, конечно, принципиальность, ну, скажем, да, такая черно-белость, да, в ней есть много хорошего, но в ней есть, конечно, и свои нюансы. Почему, как вам кажется, люди так любят фильмы-испытания? Вот, экипаж это такой фильм-испытания. Почему людям это так близко? Ну, я думаю, что... Ну, вообще жизнь это в какой-то степени испытание. Да, и... Иногда хочется видеть на экране ну, как... сюжеты непростые и людей, которые с этими непростыми обстоятельствами борются и, в общем, справляются. А кто-то не справляется. Но даже не справляясь выходит с каким-то... каким-то опытом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин